Всем привет! Меня зовут Александр Дубин. Сегодня я расскажу вам о безумно интересном аппарате, который достоин пополнить коллекцию тачек Бэтмена и DC могла бы добавить его в одну из своих цен. К примеру, в лесу. Ну или по Эмиратам. Стоит лишь немного модернизировать. Думаю, назову его Бэтбагги. И так как он продается в магазинах, ты тоже можешь стать частью этой истории. Я нахожусь в мотосити, а этот зверь называется Polaris RZR Pro XP Turbo. Кстати, на недавно прошедшей выставке Sima Show новый RZR был признан спортивным внедорожником года. Коротко о его характеристиках. 181 лошадиная сила, 4-тактный, 2-цилиндровый с турбонаддувом. 925 кубиков, максимальная скорость 150 км в час, бензобак на 45 литров, полный привод и задний. И все это при весе 790 кг. А стоит он 2 899 000 рублей. Это примерно 39 000 долларов. И да, это цена за голую комплектацию. Несмотря на это, у вас будет возможность сделать внедорожник своей мечты. Стоит ли везти сюда аппараты Зака Снайдера или Кристофера Нолана? Не думаю. Многие из вас знают, один из них уже ездил по нашим улицам и выглядело это как-то так. Но на мой взгляд, стилем он уж очень похож на тумблер Кристофера Нолана. Некоторые могут задаться вопросом, с чего хоть Бэтмену появляться в России. И на это тоже есть ответ. В 2021 году вышел новый комикс про Бэтмена под названием «Бэтмен Мир». Одна из его сюжетных линий посвящена России, где Бэтмен противостоит преступному сообществу. По фильму Бэтмобиль, он же Тумблер, представляет собой военный автомобиль, изначально называемый «Акробат», предназначенный для переправ на воде, но модернизированный, перекрашенный Уэйном в черный цвет. Аполярис уже выполнен в военном стиле, готов рвать и метать, обладает абсолютной мощью в нужный момент. Также его аналогичные модели уже испытывала армия США. Грозный взгляд и особенная внешность знаменуют собой непревзойденные характеристики, современные технологии и заслуженное место в гараже Бэтмена. Модель RZR одержала огромное число побед во многих соревнованиях. И теперь этот сплав уникальных достижений получил совершенно новый двигатель, мощностью 181 лошадиная сила. Обеспечивая полное превосходство на бездорожье и потрясающие показатели разгона. Невероятный ход подвески 56 см. Характеристика подвески представляет собой не только значение в сантиметрах по вертикали, но и сложную геометрию компонентов с высоким клиренсом, которая позволит вам легко проехать по самой непредсказуемой местности, обеспечит мгновенный отклик и беспрецедентную устойчивость на предельную скорость. Возможность ее настройки под любой стиль езды и под определенное покрытие механическим способом. В доп. комплектации будет возможность установить электроподвеску для ее регулировки из салона. Хоть асфальт, хоть песок или лес, скорость 100+, не проблема. Вместительный багажник, по возможности закрепить ваш груз, так он точно не выльтит. Конечно, если тебя не будет преследовать какой-нибудь апачи. А резина рвет в клочья любую землю под вами. Он укомплектован всеми удобствами для встраивания новых гаджетов и 7-дюймового монитора в салон. Места для тумблеров управления. От света до выбора привода. Возможность добавить лобовое стекло, крышу и музыку. Полный фарш выйдет вам примерно в 500 тысяч рублей. На официальном сайте Polaris огромный выбор. Ссылка в описании. Несмотря на то, что тут и так отличные ковшеобразные сидения, их можно заменить на более технологичные ковши с 4-точечными ремнями. Возможность установить музыку и уже готовый хват для пассажира. Зачем он нужен? Вернитесь сначала. Так что если у тебя, кто сейчас смотрит это видео, есть такой аппарат, или ты хочешь купить его в ближайшее время, значит в твоем гараже уже стоит Ferrari или Lamborghini, а на работу ты ездишь на каком-нибудь Hummer H1. А если денег нет и ты все равно хочешь его, значит ты... Друзья, данный аппарат продается в одном из самых больших салонов Тюменской области, в Мотосити. Ссылку на него я обязательно оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. В ближайшем будущем я собираюсь продолжить делать подобные ролики на все топовые модели мотоциклов и автомобилей. Из мотоциклов это будут Дукати, Харли Дэвидсон, Хонда, Ямаха, Сузуки. Если вам интересны эти темы, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok